Раздражение глаз, дыхательных путей, тошнота, головокружение. Все это может быть из-за грязного воздуха, наедкий запах которого в последнее время участились. Жалобы кировчан в Роспотребнадзоре говорят, что за последнюю неделю количество обращений выросло почти в 10 раз. Сейчас их больше сотни. В ходе проверок воздуха специалисты все-таки нашли превышение опасных для здоровья веществ сразу на пяти улицах района Филейки и Юго-Запада. Самая опасная оказалась улица Дзержинского. Там уровень метантиола в воздухе превышает допустимые показатели. Аж в три раза этот бесцветный газ и вызывает мерзкий запах. Специалисты говорят, что он опасен при вдыхании, проглатывании, попадании на кожу. При высоких концентрациях у людей, дышащих метантиолом, может возникнуть раздражение слизистых глаз, дыхательных путей, тошнота, головокружение. Известны и случаи летальных исходов, если речь идет об особо высоких концентрациях этого вещества. Превышение в воздухе дурно пахнущего опасного газа специалисты Роспотребнадзора нашли и на улицах Луганской, Кольцова, Березняковской. Весенние ведомствия предполагают, что пахнут предприятия, которые располагаются в промзоне на улице Луганской. Мы предполагаем, что в городе вносят предприятия, которые функционируют на территории площадки промышленной на Луганской 53А. Мы эту информацию направляем в Роспотребнадзор для того, чтобы они определили источники загрязнения атмосферного воздуха в городе Кирове и приняли к источникам загрязнения меры, которые предусмотрены законодательством. Сегодня стало известно, что к проблеме опасного воздуха подключилась и городадминистрация. Чиновники собираются вести диалог с руководителями предприятий, которые издают эти запахи. Когда это будет, не уточняется. А вот в Росприрнадзоре на днях рассказали о готовящейся внеплановой проверке. Именно после нее должно стать известно, кто именно портит воздух и как за это будет отвечать.